ребята всем привет всем привет кристина расскажи где то что ты как ты где мы сейчас здесь очень вкусное местечко такое у меня просто воздействие с москвы работает есть ужасно короче вкусное местечко да пусть будет так называется как она да очень вкусно лагманчик очень вкусный очень вкусный компотик короче все вкусно и кисточка у нас тут лежит сейчас себе тоже принесут лагман или из тебя сделают так расскажи сегодня какие у нас дела ну что мы уже значит мы уже значит что нас перебить тебя тебя сзади фон такой конечно это твоя голова и и рука встречайте в новом формате анастасия мая сейчас спасибо в новом формате анастасия мая сейчас давай подожди ой 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 ребят вы понимаете вот к такому еще блюда настя взяла себе еще плохо это вот просто это вот просто в принципе человек не любит покушать да да я все равно не съем а с собой его за ты забыла ладно ладно короче смотрите сегодня замечательный день мы сегодня проснулись все наши дела на сегодня я забрала кристину с тренировки и мы съездили на вас семья и приехали покушать сюда на кпп на уночарского я хочу вам знаете что рассказать я вчера не снимала мы начали в 3 часа дня и закончили в девять часов вечера уже в темноте доигрывали последней партии было 10 команд из 10 команд мы саняли третий ура отцы на песке я конечно было все грязно что значит зашипись короче по кайфу давай кушать я не могу потому что уже ждать итак ребят по многочисленным вашим просьбам и вопросам мы сейчас решили отправиться на улицу туристическую и посмотреть все-таки работает ли уже аквапарки вы мне постоянно задаете этот вопрос вроде как с 21 числа должно было все открыться но есть в соцсетях разная информация что вроде будет а вроде не будет в общем сейчас мы едем туда и сами все узнаем можно сказать из первых уст все посмотрим ты знаешь ах ты хитрюшка я вот кстати нет я предполагала что открыт но точно я не знаю вот сейчас мы как раз и проверим открыто все там или нет поехали бегемот работает а народу нету видела ты видела народу нету в аквапарке вообще пошли мы с тобой прыгать с горок с город с городом давай пойдем что серьезно я не пойду на горке я в бассейне буду просто да пошли когда сегодня не вариант у меня ресницы у меня кератин в итоге мы пойдем так в общем ребята мы уже ты выключишь слушаешь музыку тем магнитола ребят мужа поворачиваем на улицу туристическую сейчас будем подъезжать к золотой бухте и обязательно посмотрим работает ли именно золотая бухта я думаю что это видео многих порадует потому что я предполагаю что аквапарк работает участие меня спрашивали о том а точно его открою в общем точно его я думаю открыли вот сейчас все общему приехали к золотой бухте к нашему большому аквапарку в нашем городе и судя потому что на горках у нас есть народ аквапарк работает ребят аквапарки у нас в городе уже открыты поэтому если вы едете конкретно чтобы сходить в аквапарк но такие люди есть я знаю то вы можете уже свободно приезжать потому что уже но уже в принципе все работает штатном режиме да слушай чем-то вкусно пахнет вот мы только поели столовой вот прям знаешь пахнет как у меня в садике вот раньше я резиночка симпатичная где покупала расскажешь сейчас знаешь что мы с тобой сделаем у них бесспорно однако себе другой помнишь сейчас мы с тобой сядем на машину поедем на тонкий мыс в объезд без пробки и конечно в прошлом году люди уже стояли в очереди здесь были бешен да посмотри вон это что такое это разве люди количество людей маленькое да да потому что это не тот поток да а лестница была заполнена людьми потому что они стояли в очереди слушай но ведь это и круто когда вот так мало людей можно покататься на все можно свободно приходите не будешь сядь в очереди возраст крестешь пошли лучше нам не ходить а не все мы поехали на тонким решили с туристической повернуть направо как бы на поле там была лужа она была настолько застоявшиеся что у нас в машине мне кажется сейчас что там было там лужа застоявшийся лужа кристина это не спать смотрите куда мы выехали и просто я вообще не понимаю почему скидывают весь этот мусор можно сказать в черте города это просто ужас кошмар а договарья что ли как поэтому такая вонь дерьмищем какой-то наверное что еще вот посмотрите ужас это просто кошмар ребята свой же город не проедет хочешь это просто слух блин опять по этой воне мы не приедем но вот раньше мы тут проезжали а туда куда то что не надо нам все будет я уверяю знаете как я вам скажу нет ничего невозможного правильном своем направлении мы нашли шнурочек объездной но так называется у нас в екатеринбурге называют шнурки ну что объезжаешь тут эти пробки я все раньше знала ну в екатеринбурге да но зато здесь узнала новое вот один из них отличника какая природа какие горы это потрясающе свежесть просто потрясающе это великолепно свежесть назад было не очень свежее ну точечно бывают не свежий момент класс ребята вы мне постоянно спрашиваете где найти пляж на котором мало людей мы на данный момент приехали на тонкий мыс хижине рыбака и вот смотрите вся полоса берега практически свободно такой пейзаж красиво открывается и вот такие вот дорожки чтобы глубину уйти не ходить по водорослям так же да как на толстом и суда же дорога такая камень чисто вот пожалуйста приходите сюда вот тут конечно скалистая местность не очень особо побежать но вон там дальше там как раз прямая площадочка есть площадочка прямой берег и там можно и с детьми кстати здесь классно потому что здесь мелко вот там где девочка на кругу плавает там пояс вообще вот так что ребят вот вам пожалуйста пляж на котором очень мало людей всегда даже в самый пик сезона да пусть и что там вдалеке едет да смотри немножечко нас не дождался да ну пусть он не переживает но следующий раз обязательно на ней поедем мы сейчас приехали к аэропорту посмотрели по табло что сейчас завели взлетают самолет и вот как раз взлетная полоса и мы хотим заснять как он взлетает и уходит прямо в море смотрите вот мы заехали где старая восьмая школа вы слышите цикад и петуха тоже понятно как цикады они все просто в один голос такое впечатление знаете что весь лес сейчас живой петух им подпевает такое тесто я тут тоже нас немного но я здесь он не один там петух петух да да рвет горло свое слышишь кошмар где самолет он уже должен как пять минут взлететь может его не будет он там не один по-любому кто громче рвет горло пока мы с кристиной заполняли договор боже мой мы пропустили один самолет и вот счастье-то какое садится второй ты мой красивенький какой блин такие ощущения внутри себя сейчас испытываю вы себе даже не представляете когда видишь собственными глазами как он касается колесами земли а вообще курки вот когда то чувство нет воды весь день а у нас вода вся по расписанию и когда ты понимаешь что ее включение идет вот такой вот мини напорчик а сколько время скажем сейчас время почти 7 часов и только включили воду и посмотреть какой идет напор через полтора-два часа ее уже отключена нормально это вообще вот так можно таки я поликом помыть вот такие вот шелковистые длинные волосы вот как из пятишки это боль это боль и а но по факту да и чего ты знаешь почему отключают воду вообще в геленджике мне вот непонятно вообще так вот я как местный житель я тебе вот скажу сколько я вот тут живу много мне кажется это вот вот лет шесть это точно это вот такая проблема это лет шесть ты хочешь сказать раньше не было этого как не было может на маленькая была раньше такого и не было потому что не было столько населения в геленджике не хватает комплексы расстроились и на всех водоснабжения вот лет пять-шесть проблема вот это есть я тебе говорю что лет пять-шесть она есть ребят в общем я не попала сегодня на ресницы потому что девочка катя меня попросила перенести на завтра у нее есть девочка которая сегодня вечером уезжают я уступила место мне не горит либо сегодня почему мне же кератин зачем это все торчит в общем ладно это опять связь с космосом я ловлю волны марс на друг и вдруг есть другие планеты на которых есть жизнь в общем ребят на сегодня я думаю мы заканчивать будем свой влог мы сделали кучу ребята вчерашний волейбол это вот медаль за третье место по турниру по волейболу на песке 22 на 7 мы молодцы мы заняли третье место из десяти команд мои крутые что на сегодня наш влог окончен хочу сказать всем спасибо за просмотр ребят если вы хотите снять жилье в геленджике для отдыха на 2020 год на любой другой год мы всегда этим занимаемся вы можете написать мне по ватсапу или вальберу номер телефона оказан в описании под этим видео без проблем не стесняйтесь звоните пишите я постараюсь ответить вам на любые вопросы помочь чем смогу и также в подборе недвижимости для покупки я также смогу помочь так что ребят подписывайтесь на канал ставьте лайки и будьте со мной спасибо до свидания